скажи что чувствуешь все по-русски говорить или можно чуть по русски говори большое спасибо это очень очень для меня волнительно потому что я этого не чувствовал уже два года я была очень сильно голодна от обед и сейчас выход выходя в клетку я была готова отдать все чтобы выйти оттуда победителем я была очень заряжена вот но все кончилось гораздо быстрее чем я чем я планировала i was so hungry for the win because i haven't had it in about two years so i was very excited and finally it happened can you tell us what lessons you took out of your debut and what with changes you may between then and now какие уроки ты извлекла из своего дебютного боя в юси я очень сильно волновалась во время своего первого дебюта и естественно потому что это был огромный турнир много людей смотрели и у меня был целый год простой было для меня очень волнительно и очень сильно повлияло на то что моя соперница была гораздо больше она перевесила я недовесила и разница в габаритах чувствовалась и это очень сильно повлияло все вместе на бой вот и новый ветвь вес мне очень сильно подошел я себя чувствую гораздо легче и девочки в этом весе я чувствую что мне по как сказать по габаритам уже i was really nervous for my first fight so i really wanted to change that that's also because it was in a big arena and it was a different weight class it was girls were much bigger so now i've corrected these things we know you like the arm bar you got into the arm bar position but it was very tough to get the finish was there any thought of letting go resetting or did you know i'm gonna get this finish мы знаем что тебе нравится армбар прием такое ощущение было во время боя что может отпустить уже не ломается рука да это действительно мой самый любимый прием но я готовила много других приемов на все части тела я была готова оторвать лю голову руку ногу мне было неважно я хотела выиграть досрочно но когда я делала армбар я чувствовала что он был не идеальный потому что я взяла его не с плечом и не хорошо зафиксировала ногу она пыталась высунуть голову но когда я второй раз накинул ноги на армбар я уже сильно вытянулась в тазе и услышала как у нее захрустела рука сломалась и она начала кричать поэтому я вложила все силы чтобы закончить этот бой досрочно yes that's true i really like that to move armor but i was preparing submissions for every part of the body and i was really hoping to finish it didn't so it doesn't go to the decision and but uh first time i grabbed the armor i didn't i felt that it wasn't really tight so i made an adjustments and and then i heard it was cracking cartilages were cracking and yeah last thing for me it seems like we may be back here in october would you want to fight in october or what's what's next what's the plan скорее всего мы вернемся на fight island в октябре хотела бы ты подраться в октябре я бы очень сильно хотела подготовиться к следующему бою уже нормально потому что к этому бою у меня было мало времени у меня был строгий карантин дома я живу сейчас турции и когда открылся зал я первым делом туда побежал и на следующий день мне сказали обои и это была короткая подготовка у меня было мало времени мне было очень трудно сделать этот вес я чуть ли не терял сознание на взвешивание вот поэтому мне бы хотелось больше времени я очень сильно хочу провести кэмп где-нибудь в америке я сделала визу и после этого я хочу провести бой да я очень сильно радуюсь и я хочу провести кэмп где-нибудь в коронавирусу и это весело было очень тяжело на меня и потому что я сейчас живу в тюрке но я Я попросил на американский виза, поэтому для следующего боя я хочу иметь правильный бой в США, надеюсь. Горжуа, вы говорили, что вы слышали, что ее рукой упал. Вы получили возможность увидеть ее после боя? Вы знаете, что ее рукой хорошо? Просто не пустили даже забрать свои вещи, я не успела вообще ничего сделать. Сначала ко мне подошел Дана Вайт, поздравил меня, для меня это было очень неожиданно и приятно. Потом у меня много людей взяли интервью, я очень хочу сходить, проведать ее, потому что я не хотела никому никогда причинять такую боль, ломать что-то. Конечно, я хочу выиграть, но я все-таки не хочу кому-то что-то ломать. Я надеялась, что она пораньше постучить, но мне пришлось сломать руку, потому что она очень долго не сдавалась. Я действительно хотел видеть ее, но они взяли ее очень быстро, в какой-то комнате. И Дана Вайт пришла и поздравила меня, это было очень удивительное и красивое момент. Я не хотела снять руку, но она была тяжелая девушка, и она не сдавалась, поэтому мне нужно снять ее. Было ли это особенным, чтобы получить свою первую победу, и Дана Вайт пришла к тебе после победы, чтобы поздравить тебя? Было ли это для тебя особенным после твоей первой победы в UFC, что Дана Вайт тебя поздравил лично? Конечно, это было для меня очень особенно, очень удивительно, я этого точно не ожидала, я очень сильно рада. И это первая победа, после которой меня поздравил президент организации, запомнится, естественно, мне на всю жизнь. Это очень памятное событие, мне очень было приятно. Да, это был очень, очень особенный момент для меня, и я всегда помню это. Вы говорили, что вы чувствовали маленький в бензон-вейте, но это была ваша дивизия для вашей карьеры. Как вы чувствовали, когда бороться в бензон-вейте на первую очередь? Как ты чувствовала себя в этой весовой категории, так как ты всегда дралась в категории выше? Сейчас, когда я первый раз провела бой в новом весе, я поняла одно, что до этого вся моя карьера была с женщинами, огромными монстрами просто, с которыми я дралась, они были очень сильные, очень большие, было действительно со многими очень трудно справиться. И когда я перешла в новую весовую категорию, я почувствовала огромную разницу в габаритах, которая очень сильно ощущаема, по крайней мере для меня. Потому что я смотрю на Диану, свою соперницу, она достаточно большая для этого веса, и для меня это очень большая разница в габаритах, я это почувствовала, и в этом новом весе я себя чувствую как рыба в воде. Да, я просто понял, что раньше, мои другие борты были сильнее, сильнее веса. Я понял, что они были сильнее только сейчас, потому что я могу сравнить с этой дивизией, где я чувствую себя очень комфортно, очень более комфортно. Еще один последний для меня. Ты был на последней Абу-Даби карте в последнее время, и есть большая разница с этой карте в этой карте, то есть, что эта арена имеет air-conditioning. Мы должны бороться лучше в этом году, потому что это? Ты в прошлый раз тоже в Абу-Даби дралась. Чувствовала ты себя по-другому сейчас, так как в этой арене кондиционер был? Да, да, абсолютно. Я очень сильно волновалась, что будет как в прошлый раз, потому что буквально я вышла, сделала пару движений, я начала чувствовать, что я плохо дышу, что мне не хватает воздуха, потому что была огромная арена, и мне кажется, каждый боец, который дрался, почувствовал, что там трудно дышать, и было очень жарко, а сейчас было очень приятно, приятная поверхность в октагоне, много воздуха и кондиционеров, прохладно, и я получала кайф от этого боя, было очень приятно, и атмосфера была уже абсолютно другая. Сейчас было гораздо удобнее драться, чем в прошлый раз, это уж точно. В прошлый раз, это было очень, очень холодно и холодно, и я боялся, что это будет происходить снова, сегодня, но это было очень отличное, очень лучшее. Спасибо.